И второе, конечно, санкции не являются, скажем, штрафом. Санкции это все же один из инструментов политического и экономического воздействия. Но, знаете, если мы посмотрим более широко, то все же то, что происходит сейчас, такое поправление международного права. В принципе, мы видим ситуацию, которая развивается где-то уже по модели 30-х годов. Она, конечно, неприемлема тоже странам Евросоюза. А нам, балтийским странам, все же еще очень-очень хорошо на памяти событий 40-го года. Это, я думаю, все же тоже все люди здесь должны понять, что у нас еще и особенно эмоциональное такое восприятие, не только рациональное, того, что происходит сейчас на Украине. Господин Рынкевич, а мы не можем вот так вот дипломатично просто стоять в стороне, кивать головой, да, мы осуждаем, но самим не делать резких заявлений? Ну, знаете, я думаю, что то, что мы не можем согласиться с теми действиями, которые происходят сейчас, особенно в Крыму, особенно, в принципе, тоже и есть информация по некоторым восточным областям Украины. Ну, я не знаю, я даже не думаю, что мы вправе просто сидеть и молчать, особенно по тем мотивам, о которых я только что говорил, это все же наша история, мы все же довольно озабочены той новой доктриной, которая, ну, сейчас произносится руководством Российской Федерации. Это не только защита граждан Российской Федерации, но и более эфемерная защита всех тех, которые считают себя привязанными к России. Ну, знаете, такая доктрина в 21 веке, это уже напоминает даже не 19 век, это уже где-то к 30-м годам, 20-го столетия к Германии уже относится. И мы все помним, что случилось тогда, так что просто сидеть, молчать и думать, что нас это не касается или обойдет стороной. В 40-м году, в 39-м году, так же думало руководство тогдашней Латвии, чем это кончилось, я не хочу даже сейчас распространяться. А что касается знаменитого телефонного разговора между госпожой Эштон и министром Паэтом, ваши комментарии, ну, то, что запись уже аутентичная, то есть это правда запись, существует она, все подтвердили, Министерство иностранных дел, Эстонию в том числе. Ну, а почему ЕС, и может быть даже мы, Латвия, не давим, чтобы было проведено расследование? Я хотел бы напомнить, что уже 20-го февраля на встрече министров иностранных дел Евросоюза, на внечеродной встрече, когда еще гремели выстрелы в центре Киева, ЕС, в принципе, в своем постановлении призвал Совет Европы произвести расследование. Я думаю, что это расследование должно произойти, оно в интересах всех, но тоже хотел бы все же напомнить, что господин Паэтс в телефонном разговоре пересказал то, что он слышал на Майдане. Это, конечно, нормальная практика, когда я тоже слышу что-то от своих коллег, я делюсь. То, что, я даже думаю, что возможность такого расследования, расследования в рамках Совета Европы, или ООН, или ОБС, это мы можем рассматривать. Была бы хорошая идея, это факт. Но факт остается и тем, что, в принципе, то, что случилось с конца ноября до конца февраля в Киеве, то, что так грубо использовалась сила, что правительство бывшего президента не шло ни на какие, в принципе, уступки. И переговоры с оппозиции произошли те ужасные события, которые произошли, но они, в принципе, политически, и, я думаю, в большей степени со стороны тоже и юридической, ну, лягут на совесть президента Януковича. Потому что президенты вступают в должность, и когда они дают клятву быть гарантами Конституции и прав, свобод, то они должны это не только декларировать, но тоже и выполнять. Господин Оренкевич, ну и в завершение я не могу все-таки не спросить вашего мнения относительно того, что произойдет 16 марта у нас. В частности, то, что касается господина Целинскиса. Вы все вместе проголосовали на правительство, что министры не должны ходить на мероприятия. Целинский сказал, что все равно пойдет. И вот сегодня, как-то аккуратно, накануне, и госпожа Страуима, непонятно все-таки его судьба, у него отберут портфель или нет. Что это в результате будет? То есть вы проголосовали все против, ну, погрозили пальцем, так скажем, а он может остаться на месте, вы и санкции никакие не предусматриваете? Я думаю, что вы уже знаете, что сегодня утром поступило письмо госпожи Страуиме, где она в соответствии с договором, коалиционным договором предупреждает, что если в пятницу министр на пресс-конференции заявит о том, что он будет участвовать, то она воспользуется своим правом и подпишет распоряжение о его отстранении, в принципе, он не будет больше министром. Но я бы хотел отметить опять две существенные вещи. Во-первых, в Латвии соблюдаются права людей, которые хотят участвовать в митингах в шествиях, или 16 марта, или 9 мая. У нас есть у каждого право свое мнение высказывать. Но это у нас, у людей простых, простых людей. Если кабинет министра решает, и это, кстати, не новая практика, я немножко удивлен, что сейчас мы говорим о том, что это что-то такое появилось в первый раз. Это политика правительства уже где-то 98-9 года, 16-15 лет. Если мы понимаем, что мы чествуем всех тех, которые погибли во второй войне Великой Отечественной, которые участвуют в 9 мая, для многих людей Латвии это просто вторая война, которая не принесла ничего хорошего. И после того, если мы чествуем тех, которые тоже сражались в других войнах 11 ноября, это делает и руководство государства, и члены правительства, то все другие мероприятия, или 16 марта, или 9 мая, не для членов правительства, не для президента. Я бы хотел тоже считать, что это и другие должностные люди, которые находятся на других должностях, и в самоуправлениях все же должны придерживаться официальных дат, не вызывая, скажем, какие-то возможности правований. И я бы хотел надеяться, что все же министр, который хорошо работает, будет исполнять те решения правительства. Если нет, то я, конечно, поддерживаю тоже и позиции премьер-министра. Но все же, если люди хотят что-то делать в рамках закона, или у памятника свободы, или где-то в других местах, они это могут делать, но министры, другие должностные лица, у них есть некоторые ограничения, и мы все же должны смотреть на такие вещи очень ответственно и с позиции интересов государства. Ну, спасибо вам огромное за интервью, удачной работы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok